доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели снова анализируем события финансовых рынков и смотрим в принципе что на них произошло и как эти инфоповоды события повлияли на динамику инструментов и соответственно на наши торговые позиции большинство из которых носит долгосрочный характер в центре внимания остается конечно же ситуация вокруг brexit а вот этот цикл последовательных голосований которые одно перетекает в другую волатильность на рынке вы сами видите просто бьет многолетние рекорды особенно это характерно для британца пожалуй последний раз такие динамичные движения мы видели только лишь в период а самого brexit а много лета назад то то что миновала еще одна торговая сессия и в итоге мы сегодня можем говорить о том как прошло голосование в пользу либо все-таки нет возможности выхода англии без сделки сегодня день тоже обещает быть динамичным поскольку на повестке очередное обсуждение возможности продления сроков так называемой инициирование 50 статьи и вот официального выхода англии состава и с это дальнейшая дорожная карта того что будет в будущем касательно вот этого как говорят многие самого громкого политического бракоразводного процесса на современности поэтому если фунт является тем инструментом которым вы торгуете спекулируете сегодня рекомендация на то что нужно быть крайне бдительными возможно даже если вы не относите себя категории трейдеров склонных к риску и как агрессивной торговли лучше и вовсе наверное находиться а вне рынка ну если вы все-таки торгуете и ищите конкретные возможности уровне а может быть даже самое главное направление я попробую сегодня снова актуализировать тот новостной фонд который сложился и ожидание которые имеют место а быть и в частности вы уже примете для себя решение разделять ли вместе со мной позицию того что фунта может оказаться под таким же серьезным прессом как собственно и на рост накануне которая для меня является абсолютной загадкой ведь в итоге роста произошел на чем а на том что признали недопущение выхода англии на условиях жесткого брэкзита но ведь это еще не конец вот этой британской эпопе и более того я уверяю вас друзья это не гарантия того что англия все же если и выйдет состав европейского союза то только на условиях мягкого брэкзита ничего подобного если переговоры снова затянутся судя по всему все к этому и идет и спустя определенный период времени на который будет согласовано продление официального выхода англии состава и с станет ясно что за этот период времени никаких продвижек не произошло мы вернемся к негативному сценарию но я очень хочу чтобы не поздновато это было друзья просто если все-таки мы делаем с вами акцент на фундаментальные фонды вы должны изначально видеть все риски которыми на мой взгляд характеризуется вообще вся ситуация связанные с англии со британской валюты я не пытаюсь поймать какие-то движения внутри дня друзья я остаюсь уверен конкретные фундаментальные идеи и не раз и уже собственно озвучивал давайте теперь поговорим о текущем не в плане экономических событий я думаю то что многие из вас уже посмотрели если что-нибудь интересное и фактически обратили внимание только вот на очередное голосование по бризит это действительно так а еще хочу напомнить что буквально в переходе с четверга на пятницу состоится пресс-конференция заместителя управляющего банка канады каролины вилкинс два дня назад а может быть даже вчера я небольшую ремарочку ее сторону делал в частности эти отсылки на ее выступление были связаны с ожиданием все таки давление на а канадца которая может развернуться на финансовых рынках до конца этой недели сейчас канадец укрепляется частности я думаю что это преимущественно связано с ростом цен на нефть мы сейчас о них а поговорим но не раз мы убеждались в том что при появлении какого-то мощного макроэкономического фона либо комментариев от руководства банка канады внимание участников рынка тут же переключалась нефтянкой на перспективы изменения процентных ставок а с этим я надеюсь вы уже очень хорошо разобрались и понимаете то что банк канады уже не раз дал нам сигналы в пользу того что нам не стоит рассчитывать на рост процентных ставок до конца этого года в общем каждый раз когда у нас будет возможность в ближайшие месяцы фокусироваться на канадской статистике и выступлениях представителей банка канады я думаю что у нас будет предлог все-таки ставить на ослабление канадцы и до закрытия этой недели таким предлогом как раз является выступление каролины вилкинс теперь давайте про нефтянку 6772 мы все ближе друзья к цели я обозначил несколько целевых ориентиров начиная буквально с отметки 68 до 70 не знаю готовы ли вы ждать семидесяти друзья либо вы устали уже находиться в длинных позициях вообще устали от нефтяного рынка и предпочитаете выйти а при касании первого ориентира то есть отметки 68 это все зависит от вас я буду держать даже до 70 буквальном смысле не долларом и не центом меньше я вижу то что сейчас фундамент все больше способствует тому чтобы интерес был именно со стороны покупателей к этому рынку в частности вчерашний рост полностью укладывается в выход данных от администрации на политической информации какой бы мы отчета не взяли из данного доклада это несомненно очевидная поддержка для котировок нефти потому что даже не припомню когда у нас было последний раз так чтобы снижались одновременные запасы нефти и нефтепродуктов в этот раз случилось именно это запасы нефти снизились на 3 и 8 миллиона накануне мы видели то что американский институт нефти помним сообщила снижение запасов на 2 и 6 миллиона мы поставили с вами на корреляцию между этими данными и скажем источниками информации пришли к выводу что возможно в случае таких цифр отопи мы можем рассчитывать на потенциальное снижение и от администрации аналитической информации наши ожидания были вознаграждены друзья я думаю что спад снижение запасов это является следствием роста загрузки нпз и возможно сокращение импорта но вот касательно импорта нужно еще информацию проверить ну еще также запасы бензина снизились на 4 6 миллиона и возможно даже еще важнее это объем добычи с рекордного показателя в 2 и 1 скорректировался снизился на 100 от 1000 до 12 миллионов возможно мы уже сталкиваемся с последствиями снижение числа активных нефтяных буровых в сша который положается как тренд несколько недель подряд в общем не было ровным счетом ничего из чего мы могли бы вчера отказаться от покупок либо признать что инициатива была больше за продавцами очевидно что котировки выросли это то что нам было нужно не будем сейчас друзья выдумывать какие-то факторы снижения распродажа до конца этой недели я все-таки надеюсь получить какие-нибудь новости по ходу переговоров между сша и китаем ну и конечно же завтра у нас еще один отчет от бейкер юз количество нефтяных платформ буровых я надеюсь то что этот отчет снова поддержит все-таки интерес к нефти и позволит нам оказаться в рамках все недели повыше доллар гена на 111 57 я предлагаю сделку целый митс уровня 111 90 на текущий момент мы видим то что американская валюта растет я считаю что не совсем правильная динамика потому что доходности американских облигаций остаются на очень скромных значениях плюс ко всему а сейчас мы говорим об отработке слабых данных по китаю которые вышли несколько часов назад буквально я думаю что нужно обратить внимание на спад именно промышленного сектора кстати говоря спад промпроизводства в китае очень сильное давление оказалось сегодня на австралийский доллар он активно снижается и мы снова с вами друзья приближаемся к поддержке 070 в отношении доллара и иены конечно же еще одна порция слабых данных из китая это то что должно было привести к большему более высокому на спросу на японскую иену на инструмент с более выраженными защитными свойствами этого не произошло плюс ко всему вчера у нас вышли данные по индексу цен производителей напоминаю что это классическая репетиция тоже уже перед данными по инфляции индекс цен производителей снизился с 2 до 1 и 9 процента базовая инфляция базовый точнее индекс цен производителей тоже спад на 0,1 процента с 2 6 до 2 с половиной процента это между прочим худшее значение за последние года наверное два то есть вы понимаете к чему я клоню все-таки заявление федрезерва а сдержанной инфляции которые остаются подавлены их и были взяты не на пустом месте вот вам пожалуйста доказательства того что с инфляцией не все скажем безоблачно и без совсем известный инвестбанк прогнозирует что фрс в этом году на после как раз вчерашних данных повысить ставку в лучшем случае только один раз я думаю что это тоже не новость друзья для вас потому что именно на одно повышение ставки в лучшем случае мы с вами рассчитывали еще до того как вышли в свет эти на прогнозы не вижу я друзья причин по которым сейчас доллар можно было бы покупать но возможно если появится позитивный фон относительно соглашения будущего соглашения сша китая может быть будет уместно поставить на поставить на рост доллара но я уже отметил что новости пока что нету поэтому давайте попробуем текущее восстановление использовать лишь как возможность выгодно продать уровень я в принципе уже дался лимит отметки 111 90 евро против доллара 1 1317 вчерашний релиз по промпроизводству для нас это еще одна частичка пазла в пользу того что монетарная политика будет оставаться мягкая промпроизводства в месячном выражении снизилась на 1 и 1 процента против прошлого спада на 4 2 давайте не будем останавливаться на евре я думаю что вы знаете как действовать по этой валюте вчера я давал уровень с которого можно было продать евро собственно мы сейчас снова от сделки австралийс против доллара будет скорее всего реактивно снижаться в рамках всей торговой сессии по мере того как к отработке слабых данных по китаю будут подключаться но вот европейцы уже почти скажем ха в рынке после сша и все это приведет на мой взгляд к тому что мы до конца этой недели но возможно не хочется накаркать опять друзья но получим по повод и получим возможность протестировать вот уровень 0 а70 американский фондовый рынок 2816 мы чуть выше оказались сопротивления которое на мой взгляд остается психологическим не забывайте еще про такой термин как ложный тест он в принципе пока что выдерживается я допускаю что у американский фондовый рынок очень опрометчиво сейчас покупать ставку на то почему его нужно продавать я уже делал не нужно скажем недооценивать последний слабый макроэкономические отчеты не нужно закрывать глаза на ситуацию которая складывается с американским рынком долга если вас интересует какая-то отдельная бумага я рекомендую сейчас присмотреться к акциям боинга потому что вы наверняка следите за новостями знаете что буквально последние шесть-семь торговых сессий для боинга были крайне неудачными если можно так выразиться фактически там случился настоящий обвал это все следствие того что авиаперевозчики отказываются от эксплуатации боингов 737 макс большинство из них сейчас просто стоят на стоянках полеты на них приостановлены в результате акции боинга ушли в затяжной пике но вот вчерашний день такой небольшой позитив я думаю что распродажи уже были достаточно ими чрезмерными если вас интересует перспективная бумага которая в принципе была очень результативный довод вот этого новостного кошмар я думаю что боингу стоит присмотреться даже если друзья просто сделать акцент на дивидендной истории боинг кстати платит одни из самых крупных больших дивидендов а среди всех голубых фишек фунта против доллара вчерашние ралли вы сами видели плюс 300 пунктов локальный максимум там 133 80 по моему сейчас мы уже ниже 132 на 42 сегодня еще одно голосование в частности оно же будет посвящено возможности продления сроков и инициирования 50 статьи каким бы собственно не был итог этого голосования ну скорее всего конечно же продлят этот переходный период а но снова повторяю что это ничего не значит в плане того что англия сможет выйти из состава есть на условиях мягкого брэкзита это совершенно нетождественная вещь и плюс ко всему европейский союз уже начинает насмехаться принципе на этой ситуации в англии отмечая что какая цель у этого продления если в конце концов мы дали вам понять уже что прошлое соглашение в принципе пересматриваться не будет то есть вы хотите создать и спровоцировать неопределенность еще на несколько недель пусть даже на месяц чтобы в конце концов потом ошарашить все рынки новостью о том что жесткий брэкзит неизбежен друзья здесь нужно делать абсолютно на мой взгляд очевидные выводы которые как минимум сейчас упираются в сохранение серьезной политической неопределенности я не вижу никакого позитива я допускал что конечно же проголосуют за возможности точнее за отсутствие возможности выхода на условиях жесткого брэйзита но потому что если бы решение было другим стало бы это было бы парадоксом настоящим поэтому результаты были предсказуемы я считаю что тест как говорят на стерлинг основной еще впереди важно чтобы в этот момент вы находились в правильном направлении рынка и мое субъективное необъективное субъективное мнение указывает на то что это верное направление рынка предполагает продажу британской валюты друзья на этом собственно все большое всем спасибо за внимание хорошей вам торговой сессии до завтра всего доброго до свидания